В Севастополе с 2020 года стартует программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Проект будет реализован в рамках федеральной программы «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Это тема нашей сегодняшней беседы с нашим утренним гостем. В гостях у нас Светлана Александровна Риндак, директор Центра занятости населения. Доброе утро, Светлана Александровна. Доброе утро. Расскажите подробнее о программе. Вы правильно сказали, с нового года запускается новый проект. Основная цель и задача этого проекта для женщин, которые сидят в декретном отпуске и собираются выходить на работу, это возможность освежить свои знания, повысить квалификацию для того, чтобы выйти, трудиться по своей профессии уже уверенно, достойно и профессионально. А по каким направлениям можно? А я еще договорюсь, что вторая часть – это для неработающих женщин, которые долгое время, может быть, по проблемам детей своих не работали, дети до 6 лет. Это возможность переобучиться, повысить свою квалификацию, может быть, даже сменить профессию. Поэтому в данной ситуации для женщин сегодня есть карданш, который позволит им реализоваться на рынке труда города. Итак, направления? Направлений очень много. Вот, по крайней мере, уже опыт говорит о том, что у нас есть, сейчас идет разработка и утверждение нормативных всех документов, будет вывешен обязательно перечень направлений обучения и учебных заведений, в которых будет проходить это обучение, на сайте Департамента труда социальной защиты населения и на сайте службы занятости Севастополя. Порядка 100 направлений сегодня есть уже. Проведено большое анкетирование женщин, проводили огромную работу. И, по крайней мере, рынок труда говорит о том, что сегодня для женщин наиболее востребованное направление, то, что касается финансовой сферы, это и бухучеты, и налогообложения, и финансовая грамотность, то есть это направление большое. Большой блок — это управление персоналом и взаимодействие с населением, и трудовые взаимоотношения, то, что сегодня для женщины реально и возможно. И много направлений, которые касаются вот сегодня, новые направления документа оборота есть. Это электронный бюджет, электронные документы оборота, это все. Поэтому это сегодня востребовано, и если будет еще направление, которое покажут нам анкеты, будет обязательно разработано и добавлено по тем возможностям, которые существуют в рамках, по крайней мере, учебных заведений. Насколько я понимаю, в зависимости от направления варьируется и продолжительность обучения. В среднем какая длительность? Обучение до трех месяцев — это предусмотрено национальной программой до трех месяцев, и обучение порядка 46 тысяч стоит. И что еще хотелось бы отметить — разные формы обучения. Во-первых, и очное, и очно-заочное, и дистанционное. И два метода, которые позволят сегодня или обучаться в группах, если женщине позволяет возможность оторваться от семейного очага. И вторая форма — это именной сертификат. То есть если выбрано направление профессии, женщина получает сертификат и идет обучаться по сопутствующему направлению, которое ей позволяет повысить свою квалификацию. А мы слышали, что в этой полезной программе есть еще очень приятный момент — стипендия. Стипендия предусмотрят только для неработающих женщин, которые, естественно, не имеют ни дохода и при обращении, и при направлении на обучение. Стипендия в размере минимальной заработной платы с нового года будет 12 130 рублей. Ну и самое главное, с чего начинать? Какие документы нужно предоставить? Документы определены у нас будут в постановлении. Это стандартный набор — это паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, свидетельство о рождении ребенка. То есть то, что подтверждает и навыки человека имеемые, то, потому что, я еще раз повторю, это переобучение, повышение квалификации, это не приобретение профессии. Поэтому эти документы позволят человеку в дальнейшем рассмотреть свою реальную возможность на рынке реализации, на рынке труда города. Светлана Александровна, вот мы собрали все документы, и куда мы с ними идем? Заниматься этим будет непосредственно Центр занятости, который находится на Руднево, 40. И на пятом этаже у нас находится отдел профориентации и профобучения, 516 и 517 кабинет, телефон 53-35-59. Мы всех ждем. Дополнительно еще, по желанию женщины, будет проведена профориентация, которая позволит, может быть, самоопределиться, может быть, задуматься. Потому что, естественно, тот перерыв в работе, который существовал, он все равно влияет на возможность трудоустройства. А наша основная цель – это, конечно, содействие трудоустройству. На это направлено именно будет обучение. Ну что ж... Это национальный проект, мы готовы его реализовывать и дальше продолжать. И обучение еще будет и 50 плюс продолжаться, поэтому готовы учить людей. Приходите, мы ждем. Спасибо вам огромное, Светлана Александровна, за важную и полезную информацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.